Я хочу первое сказать огромное вам спасибо за ту работу, которую мы провели с вами в прошлом году по оценке, как это называется, господи, специальная оценка условий труда. Помните, да, мы в прошлом летом обсуждали этот вопрос, потому что мы сделали, по нашей инициативе Минздрав России сделал письмо, запрос в субъекты, попросил информацию по тому, как проведена оценка рабочих мест в палиативных отделениях и в медорганизациях, которые оказывают палиативную медицинскую помощь не только в стационарных условиях. И помните, да, вот эта презентация, которую мы вам показывали, что, например, действительно очень отличился у нас сахалин в этом смысле, там спецоценка 4H, ну то есть люди практически работают в атомном реакторе. Вот, и есть субъекты, где специальная оценка условий труда на двоечку, ну то есть реально цифра 2. Кого-то 3 и 1, 3 и 2, 3 и 3. Но мы понимаем, что для того, чтобы привлекать в профессию, ну что еще можно сделать более такое значимое? А все-таки это сделать, да, сделать единообразно и привлечь внимание к тому, что условия работы труда у нас очень тяжелые. И тут и психиатрия, и биологический фактор, и психологический фактор, и тяжелое производство, и работа с опиоидными анальгетиками, инфекционный фактор, и эмоциональный фактор, профессиональное выгорание, и все вместе. И тут действительно мы и в онкологии, и в психиатрии, и в социально значимых инфекционных заболеваниях, ну везде. Но, к сожалению, вот никаким образом это четко не регламентируется. И мы с вами написали тогда письмо от профильной комиссии с инициативой в Минздрав оценить, подумать и помочь нам с привлечением медицинских работников в нашу специальность. Я хочу сказать, Ольга Александровна Березикова, большое спасибо, Боуль. Помните, вы на парламентских слушаниях предпоследних говорили о том, что, возможно, необходимо привлекать людей именно правильной специальной оценкой условий труда. И Министерство труда откликнулось на эту просьбу, и наши с вами работы, и наши анализы, и дальнейшие наши обсуждения аж на двух профильных. Помните, в прошлом году у нас была Татьяна Дмитриевна Лазовская, это в Минздраве России человек, отвечающий за это направление. И сейчас мы прошли практически все этапы, и от министра здравоохранения, от Вероники Игоревны Скворцовой ушло письмо в Минтруд с тем, чтобы внести в перечень специальностей, которые имеют вредность, это специалисты палиативной помощи. Конечно, надо держать пальчики и надеяться, что все пройдет, хотя предварительные договоренности есть. Разговор о том, что психиатрия, социально значимые инфекции, ВИЧ, туберкулез и специальная оценка условий труда. Ну, я очень надеюсь, что зачастую организаторы здравоохранения в силу ряда обстоятельств, непреодолимых, как говорят в Севастопе, в Симферополе, в ряду непреодолимых обстоятельств, ну, таким образом проводят специальную оценку условий труда, что никаких вообще вредностей нет, и чаще всего класса два. Ну, это досадно, обидно, я понимаю, что не хватает людей, денег и прочее, но, наверное, все-таки наша с вами цель – отбить профессиональное сообщество. Я очень надеюсь, что эта ситуация пройдет, и мы будем с нашими медработниками в более такой уважаемой истории. Может быть, тогда мы сможем более эффективно привлекать в нашу работу людей, потому что, действительно, кадров очень мало, особенно в субъектах, где вообще кадровый голод, и врачебный, и сестринский. Конечно, это было бы большим для нас подспорьем. Но пока тут похвастаться нечем, только вот отдельные письма, и то, что Минздрав это полностью поддержал, и в Минтру тоже письмо направлено. Будем надеяться на лучшее. Сейчас я хотела бы обсудить то положение, несколько нормативных правовых документов, которые мы с вами ждем. Сейчас уже в Минюсте на регистрации положение об оказании палиативной медицинской помощи взрослому населению и детям. Мы понимаем, что в связи с выходом положения наши порядки прекратят свое действие. Но самое важное, что это положение, во-первых, это прописано в законе, положение об организации, это новая поправка в 323-й федеральный закон, да, помните пункт 5-й, 36-й статьи, положение об организации оказания палиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медорганизации и организации социального обслуживания, утверждается полномоченным федеральным органом исполнительной власти совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функцию по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты. Это что значит? Это Минздрав и Минтруд. Двумя словами. И действительно, положение подписывается двумя министрами. Огромная работа проведена с большим привлечением и общественности, и пациентских сообществ, некоммерческих организаций, потому что все пожелания и актуальные спорные вопросы, конечно, обсуждались неоднократно. И в связи с этим я очень надеюсь, что до конца месяца мы получим с Министерства юстиции документ обратный, в котором есть как правила оказания помощи, так и приложения. И важно, что одно из приложений касается критериев отнесения к нуждающимся в палиативной помощи. Это тоже история уже двухлетней давности. Вы помните, в прошлом году, в конце позапрошлого и в прошлом году мы с вами на регулировании это висело, мы обсуждали с вами критерии отнесения к нуждающимся в палиативной помощи. Это было поручение тогда Ольги Юрьевны Голодец, которое было отработано Минздравом с общей помощью. Национальная медицинская палата участвовала в обсуждении этих критерий в главные внештатные специалисты по смежным нозологиям. И вот в настоящий момент эти критерии вошли в положение и сейчас на регистрации в Минюсте, но посмотрим, как останется ли это приложение или не останется. И очень важным еще моментом является приложение, касающееся межведомственного взаимодействия. Коллеги, что это значит? Это значит, как только этот приказ выйдет, нам с вами нужны будут совместные приказы в субъектах по межведу. Да, они есть вам, в многих субъектах есть, но их надо точно будет пересматривать, потому что в приказе Минздрава есть сроки, есть передача, и, соответственно, нужно будет отрабатывать. Конечно, там не прописано все, как нам бы хотелось, от А до Я. Наверное, на федеральном уровне это и сложно сделать, особенности субъектов, они должны учитываться. Но нам четко надо понимать, что расслабляться некогда, что придет новая эра изменения локального приказа, очередная новая нам работа. Хочу обратить ваше внимание на 20-ю статью, которая появилась сейчас в 323-м федеральном законе, о тех изменениях, которые были на самом деле инициированы в основном фондом Вера, например. И Центром палиативной помощи Департамент здравоохранения города Москвы. Это вопрос о информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство. Причем эта статья не касается палиативной помощи. Эта статья вообще касается информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказ от медицинского вмешательства. И обратите внимание, что здесь появилось. Медицинское вмешательство без согласия гражданина допускается при оказании палеотивной медицинской помощи, если состояние гражданина не позволяет выразить ему свою волю и отсутствует законный представитель. Да, мы оказывали эту помощь, все информированные добровольные согласия подписывались врачом чаще всего, да, просто мы подпись эту ставили или родственник подписывал этот вкладыш в историю, но совершенно незаконно. И сейчас мы понимаем, ну, к счастью, не было никаких таких серьезных громких дел по этому поводу, но сейчас абсолютно законно мы имеем право с вами оказывать палеотивную медицинскую помощь, если состояние больного не позволяет ему выразить свою волю и отсутствует законный представитель. Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина принимается врачебной комиссией, либо, если собрать врачебную комиссию невозможно, консилиум врачей или непосредственно лечащим дежурным врачом. Ура! Это как раз те случаи, когда нам необходимо что-то сделать по дежурству, когда нет большого количества врачей, когда вот это консилиум и комиссии собирать некогда, то есть по факту решение о том, чтобы начать или привести какое-то медицинское вмешательство, может быть проведено не только консилиумом врачом, что для нас тоже важно, да, но и непосредственно лечащим дежурным доктором. Обратите, пожалуйста, внимание, то есть дежурный доктор. То есть наши разговоры о том, что дежурный врач не имеет права принимать решение, а только лечащий принимает, это уже не совсем верно. То есть лечащий врач, дежурный врач на момент своего дежурства является лечащим врачом и может поменять терапию, и даже если нет ответа пациента и нет законного представителя, он это может сделать собственноручно. На это надо обратить внимание. Мы по факту же все так и делали. Ну а как, по-другому-то жить-то невозможно было. Но всё равно это сейчас уже прописано, а значит, это более прозрачно и более современно. Это важно. Ещё очень важным моментом является то самое подразделение паллиативной медицинской помощи на специализированную и первичную паллиативную медицинскую помощь. Наше следующее совещание с вами будет в октябре, поэтому положение выйдет сейчас, поэтому я бы хотела вот прям несколько слов, а вы, если вопросы есть, прям сразу задавайте, и я вам буду объяснять, что таки имеется в виду. Ну как принято, тяжело читается приказ, буду вот это сейчас озвучивать. Паллиативная медицинская помощь первичная и специализированная. И да, прекрасно, это имеет серьёзные такие отзывы в наших сердцах, и это то, о чём говорит Всемирная организация здравоохранения. Всё правильно, но как? Как сейчас это будет выглядеть вот таким образом? Первичная паллиативная медицинская помощь подразделяется на доврачебную и врачебную. Не спрашивайте у меня, почему так? Так. Вот с этим нам надо жить. Она подразделяется на доврачебную и врачебную, так же, как первичка, как первичная медико-санитарная помощь. Всё, это факт. Всё вот по такому же принципу пошло Минздрав и правительство, когда принимало закон. Мы все с вами были на парламентских слушаниях, обсуждали, мы все с вами диалоги наши знаем, поэтому я сейчас не буду это дискутировать и что-то обсуждать. Первичная, доврачебная и врачебная. Теперь факт. Кто оказывает доврачебную помощь? Доврачебную паллиативную медицинскую помощь оказывают медицинские работники со средним профессиональным образованием, получившие прошедшее обучение по такому виду помощи. Прошедшее обучение по такому виду помощи. ТЧК. Врачебная, первичная паллиативная медицинская помощь – это помощь, которая оказывается врачами, терапевтами, участковыми, врачами общей практики, врачами-педиатрами, семейными врачами, врачами-специалистами в рамках как первичной медико-санитарной помощи, так и своих видов медицинской помощи. Медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой медицинской помощи. Учитывая, что оказание этой помощи, тут много сразу вопросов. А как же лицензия? Нет, я даже не буду спрашивать, вы спрашиваете. Да, а как будет финансирование? А как финансируется первичная медико-санитарная помощь? По ОМС и за прикрепленное население. Так оно и будет финансироваться. Внимание, мы с вами должны будем… Помните, 4 года или 3 года назад? Боже мой, какие выездные службы, о чем мы говорим? А респираторку год назад? Кто из вас тут радостно воспринял, сказал, да, хорошо, прекрасно, мы тут сейчас все будем аппараты ИВЛ закупать. Ну что, сейчас нормально слушаем это все? Коллеги, как? Ну вот так. Во-первых, мы сейчас с вами… Нас уже подготовили к этому моменту. Помните, 30-я форма статистическая, где вопросы, сколько посещений с палеотивной целью? Ну помните эту 30-ку? Я понимаю, что это не значит, что все произошло, все обучены, правильные посещения. Но по факту страна видит, сколько вы пишете в той самой 30-й форме. И у нас там, по-моему, еще около 11 миллионов этих посещений, специалистов. Ну сейчас мы дальше будем говорить, я сейчас уже не помню цифры. То есть огромная работа. Во-первых, обучение. Во-первых, обучение. И это, наверное, одна из самых сложных моментов сейчас. Потому что по факту получается, что первичная палеотивная медицинская помощь ведь тоже должна лицензироваться. То есть палеотивная медицинская помощь лицензируется, как первичная, так и специализированная. Она лицензируется. По каким принципам? Мы, помните, с вами все обсуждали, когда закон принимался. А как же будет лицензироваться первичка? Это что, кабинет, выездная служба? Нет, это не кабинет и не выездная служба. Это специалист, работающий. Это фельдшерско-акушерский пункт, который очень активно обсуждался все время. Все тот же дядя Ваня, работающий на фельдшерско-акушерском пункте, прошедший обучение в течение 72 часов по палеотивной помощи. Для того, чтобы лицензировался этот ФАП на палеотив, у него должна быть укладка. А все остальное в ФАПе-то уже написали, оказывается, до нас. Вы вообще читали же, да? Там и сейфы уже есть. Уже им это, так скажем, у них уже все это есть. Даже сейфы для охранения наркотических средств. Это не палеотив туда вписал. Это уже первичная медико-санитарная помощь, уже эти сейфы имеют. То есть в положении прописано, что дополнительного оснащения не требуется для получения лицензии. То есть по факту ФАП должен будет лицензироваться, имея обученного специалиста и укладку. вопрос есть по этому поводу? Что? Конечно, оно же сейчас оплачивает эту услугу. Я думаю, что фельдшко-акушерский пункт не начнет делать каких-то других визитов, Белла Георгиевна. Ну давайте, вот у нас сейчас закрытое совещание. Фельдшко-акушерский пункт будет делать те же самые посещения на дому. Те же самые посещения. Важность, конечно, нам с вами говорить. Мы не должны с вами даже представлять себе, что все останется так же. Да, ничего не изменится завтра, ничего не изменится послезавтра. Да, но обучение, образовательные программы, дистанционные образовательные программы, они должны будут включаться. И это большое, огромное поле деятельности для преподавателей, для вузов. Субъекты должны будут это оплатить. Мы же понимаем, что лицензирование – это финансы, обучение – это финансы. Уехать с фельдшко-акушерского пункта специалисту тоже непросто, кто останется. Это все те вопросы, которые нас очень пугали, когда мы обсуждали принятие этого закона. Но сейчас мы должны будем это выполнить. Если говорить далее, как осуществляется первичная палиативная медицинская помощь, все принципы, касаемые палиативной медицинской помощи, относятся к первичной. Амбулаторной, в том числе, на дому. При вызове медицинского работника и присуществлении медицинского патронажа. Все как в законе. Теперь, если говорить о специализированной помощи. Помните, на одном из обсуждений при принятии закона говорилось о том, что амбулаторное звено будет в первичной службе, а стационарное будет специализированной. Но, большое счастье, что так не случилось. А специализированная помощь – это та помощь, которую мы с вами сейчас озвучиваем, которую мы сейчас оказываем. Это кабинеты палиативной помощи, это отделение выездной патронажной службы. Обратите на это внимание. Не выездная патронажная служба. Сейчас уже у нас в документах это выездные патронажные бригады звучат. А, соответственно, в положении будет отделение выездной патронажной палиативной медицинской помощи. Да, это все переименование. Нет, лицензии менять не надо. Давайте дождемся этого приказа. Давайте сначала дождемся приказа. Дневной стационар, коллеги, давайте остановимся. Дневной стационар, соответственно, правила деятельности дневного стационара, стандарт оснащения и рекомендованные штатные единицы – все отражено в положении об оказании палиативной помощи, как в детской службе, так и во взрослой. Могу сказать, что Минздрав долго стоял на своих позициях, что дневной стационар в детской практике не очень нужен, не очень востребован. Но все равно мы это имеем, потому что это есть в законе. А значит, конечно, мы понимаем, что дневной стационар – это не для каждого города. Дневной стационар – это для субъекта минимум 150 тысяч населения. И мы будем понимать, что мы в маленьких городах или поселках не сможем этого сделать. Но для крупных городов это очень даже работоспособная история. И стационарно. Отделение палиативной помощи так и остается. Хосписы. Отделение сестринского ухода. Дома сестринского ухода. Причем отделение сестринского ухода и дома сестринского ухода пока только во взрослой практике. Мы поднимали вопрос, Ирина Владимировна Полевиченко, о том, что в отделениях сестринского ухода находятся несовершеннолетние. И это факт. Это есть в субъектах. Но пока вот это не очень признано. И респираторный центр. Коллеги, я очень надеюсь, что пройдет время, и респираторный центр заберут у нас какие-нибудь пульмонологи, не знаю, анестезиологи, кто-нибудь. Но на данный момент респираторная поддержка на дому в том числе она входит в страну через палиативную помощь. Да, такой немножечко нонсенс для нас с вами, но это факт. И слава богу, что хотя бы так. И поэтому, учитывая опыт прошлого года, который мы с вами все стрессово испытали, и закупка оборудования, и открытие новых служб, и подбор этих пациентов, и выдача на дом оборудования, Минздрав принял решение централизовать это в субъектах, учитывая не такое количество огромных пациентов, централизовать это в регионе с созданием... И, кстати, возложить на выездные патронажные службы, там изменения в приложении по выездных патронажным службам, возложить на них также функцию наблюдения пациентов, то есть оказание палиативной медицинской помощи на дому, пациентам, нуждающихся в респираторной поддержке. Вот в городе Петербурге мы были на форуме, и гериатрический центр... Вот здесь есть кто-то оттуда? Нет? В гериатрическом центре создан такой респираторный центр именно для пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке, и выездная патронажная служба на этой базе. То есть правила работы выездной патронажной службы по решению руководителя, именно эта выездная патронажная бригада работает только на респираторных пациентов. Это может быть принято, конечно. Это не значит, что выездная патронажная бригада должна работать на всех. То есть мы, руководители организации, субъект может принять решение, что бригада, занимающаяся респираторной поддержкой, находится на базе вот этой больницы или на базе этой поликлиники. А какую эту бригаду можно вообще определить только для онкологических больных? То есть вот эти вопросы организационного решения, они ведь в субъектах ваших руках и в руках ваших организаторов. Соответственно, респираторный центр и стандарт оснащения, и правила выписки, и передачи оборудования, не правила передачи, а условия передачи оборудования там есть, и взаимодействия с другими организациями, а также ВК, кто признается нуждающимся, кто участвует в комиссии. Я понимаю, что респираторный центр 1 не решил наши проблемы перечни оборудования и правила передачи. Это другие нормативные документы. Но думаю, что еще будет много вопросов, и будет наверняка это дорабатываться, потому что, конечно, был подготовлен и проанализирован опыт разных стран, и польский, и немецкий, и других европейских стран, с тем, чтобы оценить, как люди работают с этой, оценивалось Минздравом, Минздравом оценивались нормативно-правовые документы этих стран, не рекомендации профсообществ, а приказы, федеральные приказы Минздравов, их Минздравов. И поэтому этот документ, конечно, имеет и учитывался, слава богу, опыт, потому что, ну, наверное, иначе быть не может. И огромным вопросом здесь остается кислородотерапия, неинвазивная вентиляция легких, и неинвазивная вентиляция легких пациентам, не нуждающимся в палиативной помощи. Конечно, мы понимаем, и мы все с вами должны это четко для нас понимать, что респираторная поддержка и палиативная помощь – это намного меньший объем помощи, чем та, которая нужна в стране вообще для респираторной поддержки на дому. То есть палиативных пациентов, те, которые будут вот с тем самым признанием врачебной комиссии, их меньше, значительно меньше. Огромное количество пациентов с хоблами, огромное пациентов количество с ожирением, с ночным апно, ну, там это просто какая-то большая-большая часть, которая, она не наша, конечно. И сейчас происходят некоторые моменты, когда необходимо передать оборудование, поэтому пациентам сразу пишут ВК, нуждаются в палиативной помощи. Я призываю, конечно, главных специалистов стоять все-таки на своем, и понятно, что нужна помощь всем, но наша с вами зона ответственности – это от пациента, нуждающихся именно в палиативной медицинской помощи. То есть определенный тип заболеваний, определенные состояния, да, и в критериях отнесения это и есть. Давайте обращать внимание, не брать на себя только эту ответственность. Мы это уже обсуждали на каждой профильной, в федеральных округах. Не только врач, и это сейчас прописано, привлекается анестезиолог, пульмонолог. Когда нас собирают, главных специалистов, говорят, вот давайте, пишите приказ по респираторной поддержке на дому, и давайте перечень оборудования, которые надо закупить. Но это неправильно, что мы с вами сами пишем. Конечно, тут должны быть пульмонологи, анестезиологи, и по-другому никак, потому что мы с вами не можем это написать, и я очень рада за многие субъекты, которые совместно это делают, и такой опыт хороший, вот о котором говорила сегодня с Екатеринбурга. Кто оказывает специализированную палиативную помощь? Пока про специальность мы не говорим. Нет, мы, конечно, говорим, но не сегодня этот вопрос решается. Врачи-специалисты, занимающие должности врачей по палиативной помощи, имеющие профессиональную подготовку, также медицинские работники со средним профессиональным образованием, прошедшие обучение по вопросам оказания палиативной медицинской помощи. То есть мы пока и остаёмся в рамках ТУ. Конечно, моё глубокое убеждение, вот моё личное глубокое убеждение, что специальность тут крайне важна, потому что мы, чем больше мы обучаемся и обучаем, тем больше мы понимаем, насколько безгранична эта наука и сколько всего необходимо знать. И, конечно, никакие 144 часа, очно-заочные, хоть вебинаров, хоть очно, не могут научить врача стать врачом, именно занимающимся в специализированной клинике. Когда это был первый этап, это было достаточно, но сейчас каждый из нас понимает, что чем больше мы знаем, тем больше мы не знаем. Чем же отличается тогда первичная подготовка, та самая подготовка первичного специалиста и специализированного? На сегодняшний момент, увы, ничем. То есть мы как с вами могли оказывать от 72 часов, от образования до 144 часов, так и сейчас. То есть не ограничено времени, не прописано, что первичка – это 36 часов, а специализировано – это 144 часа. Да, это сейчас явный дефект, который есть, но это то направление, в котором следующим этапом нам нужно трудиться и копать в том направлении. Следующий нормативно-правовой документ, коллеги, это перечень медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов в системе организма. Вот это та самая абракадабра, которая сейчас звучит в названии определения и дефиниции палиативной помощи, и тот перечень оборудования, которые мы выдаем. Конечно, здесь подразумевалась вся аппаратура для респираторки. Увы и ах. Но, к счастью, не прописано этого. А значит, здесь и наши медицинские изделия, которые мы можем выдавать, которые не относятся к перечню респираторных. Я тоже очень благодарна коллегам, которые отреагировали на это голосование, на это обсуждение на портале регулейшна. Было крайне много пожеланий. Все они практически обсуждались, писались письма, и были изменения. Но сейчас приказ уже снова тоже в Минюсте, и он сформулирован на основе 4Н-приказа и реестра препаратов, зарегистрированных в Росздравнадзоре. Соответственно, по-моему, вот мне очень жаль, что там большую часть и большую часть денег, конечно, занимает аппаратура для респираторной поддержки. Но все, что имеем, имеем. Но ведь и медицинские кровати, и многое, что тоже является медизделиями, но выдается ведь и через ИПРА людям с инвалидностью. И тут мы, вот она, межведостное взаимодействие. Во-первых, пока ты получишь инвалидность, так ту, а ты должен уже дать оборудование. И поэтому обсуждается совместный приказ тоже с Минтрудом, который обсуждает, что пока нет инвалидности, то есть пока не реализуется программа Министерства труда. В общем, тоже ждем этот документ. Я просто уверена, иначе не может быть сроки. До конца июня он будет передан. Это перечень медизделий, предназначенных для поддержания функций организма, для использования на дому при оказании палеоативной медицинской помощи. Что? Что? А четкости, видите, вот четкости нет. С четкостью у нас напряженка. Никогда нельзя, коллеги, сделать... Резкости нет, четкости нет. Заметьте, это не я сказала, Ольга Александровна. Порядок передачи медизделий пациенту и его законному представителю медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека для... для использования на дому. И тоже закончилось обсуждение этого документа. Он еще на доработке в Минздраве. Никуда он не передавался, никак он далее не обсуждался. И, конечно, по моему мнению, он не носит того самого, что очень бы хотелось, полностью прописанного всего. Все читали или нет? Кто-нибудь читал? А поднимите руку, кто читал. Молодцы. Активная жизненная позиция. В любом случае, по всем дорожным картам этот документ должен быть сделан до конца июня. В любом случае мы с вами его получим. После принятия закона 323-го есть определенные сроки, которые должны быть приняты, иначе это нарушение. Теперь несколько... Да. Почему положение, а почему непорядок? Кроме, например, с ним писали. Нормативный право, потом мы должны в своей практике пользоваться клиническими рекомендациями и порядками. Да? И так, как он проверяет в алтарском медицинском безопасности в случае. А здесь на нашей степени... Пятый пункт, статья 36. Положение об организации оказания палеоактивной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медорганизаций. Коллеги, скажите мне, пожалуйста, вы знаете такой порядок по первичной медико-санитарной помощи? Да. Нет? По первичной медико-санитарной помощи положение. Нет, непорядок. Называется документ положение об организации первичной медико-санитарной помощи. Порядков то и не было никогда. Поэтому все, что имеем... Да, положение об организации помощи. Коллеги, так в законе, и дальше мы с вами так имеем. Давайте еще вопросы. Ольга Александровна, давайте еще. коллеги. А представляйтесь сразу, ладно, о том... Если говорить про детскую практику, то в детской практике койки палеоативной помощи остались. К увы и ах, моему личному. Мне кажется, что эта практика порочна. Но она сейчас живет в субъектах. Давайте поднимем. Финансируется из регионального бюджета только специализированная палеоативная медицинская помощь. Да, так же, как и финансировалась. Нет. Там у нас были специалисты по врачам. То есть, так же остаешься у нас все. О, специализированная помощь. То есть, мы даже... Профстандарт. Да, вот Георгий Андреевич в зале. Профессиональный стандарт врача палеоативной медицинской помощи. Там все-все прописано. Нет. То есть, человек должен быть специалистом. Как в профстандарте. Профстандарт, действующий документ. Абсолютно мы в него должны. Чтобы я не попробую сделать, чтобы... Это было нормально, но человек не просто... Я думаю, что мы к этому... У нас сейчас... Дальше по мониторингу будет. У нас с вами сейчас врачей по... Врачей на должностях чуть больше 500 человек. Вообще в отрасли, я вам сейчас покажу, уже около 2000 человек работает. Давайте. Стандарт палеоативного важного. У этологии такой, чем этот еще больше описается, а только в других заболеваниях. Следưa Into комиссия, вот я как быстро стал занимать с тем, что вставать режных отец В чем вопрос? Значит, он должен получать медицинскую помощь согласно клиническим рекомендациям, и в том числе в медицинских организациях, имеющих лицензию на палиативную медицинскую помощь. Так же, как и другие виды помощи тоже имеют право быть. Мне очень не нравится. Не знаю, коллеги, вам нравится слово «статус» палиативного больного? А? Ну, какой-то он, правда, какой-то жесткий. Статус, значит, все, статус уже. Мне кажется, это относится к критериям отнесения к нуждающимся, в том числе в палиативной медицинской помощи. Вот это вот такое вот правильное, какую-то такую сущность, потому что пациент может нуждаться и в других видах медицинской помощи. Давайте, да. Коллеги, давайте потише, что мы не слышим вопросы. Главный специалист по Петербургу по палиативной помощи. Георгий Андреевич, слово держит. Вот ваше отношение не как врача, а вот как главного университетного специалиста к центрам палиативной медицинской помощи. Сейчас замерли. Так. Тишина, слушайте, Георгий Андреевич, такая тишина, муха летит. Ваше профессиональное отношение. Если вы не хотите отвечать на вопросы, ради бога, я просто продолжу даже мысль. Мы после того, как в первом порядке центры были, как вы говорите, кто был, кто мог бы поверить, что появляются респираторные центры. Точно так же тогда нам объясняли, что никакими инструментальными методиками в палиативной медицине никто заниматься не будет. Центров палиативной помощи в стране не будет. И, собственно говоря, из-за тяжелого там табеля оснащения и прочих вещей, их надо как бы из этого порядка удалить, а потом посмотреть, что будет. Но мы с вами были вместе на одном совещании, где я занял альтернативную позицию отменения Минздрава. Никитин его тогда проводил, помните, да? Когда из порядка эти центры удаляли. Я сказал, что центром быть. На самом деле есть центр в Москве, который мы организовывали на базе 11-й больницы, где было первое отделение в 1994 году. Вот в президиуме сидит Абузарова. Она руководит центром палиативной помощи, который тоже создавали мы еще в 1991 году. Есть больница Липецка, которая носит статус больницы палиативной медицинской помощи. Есть больница в Иркутске, которая носит статус больницы палиативной медицинской помощи. Есть больница в Сыктывкаре, которая практически носит статус Центра палиативной медицины. И, насколько мне известно, коллеги, они всегда молчат, мы по регионам точно так же, как и вы, часто ездим. Во многих регионах есть даже утвержденные проекты с архитектурным заключением, как, предположим, в Владивостоке, в Санкт-Петербурге и в других городах, о строительстве этих центров. Мы в свое время подали свои предложения, они были игнорированы. Последний раз, когда готовился это положение, мы опять подали. Причем, когда мы уже изучали этот вопрос, ну, видите, получилось выступление, ну, просто накипело. Вот, мы когда это изучали, вопрос, у нас же с вами есть приказ Минздрава, 529-я, номенклатура медицинской организации. Пункт 1.17, в том числе, Центр палиативной медицинской помощи. Они остались. Вот что мешает нам внести туда эту опцию, чтобы легализовать и де-юра, чтобы не де-факто, а де-юра работали. Вы, собственно говоря, и сами, как филиал Центр, работаете. В Центре палиативной помощи. Ну, что мешает оттиражировать в этот регион? Я тебе хочу сказать, Георгий Ильич, огромное спасибо за наш старый добрый вопрос. И, на самом деле, все Центры палиативной помощи, которые созданы в стране, ни один из них не похож на друг друга. Центр палиативной помощи Гузея Рафаиловна Абузаровой. Это не надо объяснять. Да. Многопрофильный Центр палиативной помощи в Москве, который состоит из пяти, Татьяна Владимировна, или шести отделений? Шесть отделений, да, у вас сейчас? Пяти отделений, именно отделений, пяти отделений палиативной медицинской помощи в этой медицинской организации, которая существует очень правомерно на основании приказа номенклатуры медицинских организаций. То есть номенклатура есть, приказ есть. В его состав входит восемь хосписов, девять хосписов. В состав вот этого организации, да, в состав этой организации, да, которая определена нормативно. И восемь, девять выездных патронажных служб и респираторный центр. Вот это структура палиативного центра. В Липецке палиативный центр, гериатрическое отделение, онкологическое отделение. Слушайте, что еще? Палиативное. Ну, то есть отделение, это анестезиал, это интенсивная терапия, по факту, да? Респираторный. То есть все разные, да, респираторный центр там в отделении. Ну, тем более, если они все разные, может быть, надо принять на федеральном уровне один статус. Можно подумать, Георгий Андреевич, сделать, вот как их вот сделать разным совсем. То есть в его составе есть все отделения палиативной помощи, которые прописаны. Есть сестринские отделения, есть респираторные отделения, то есть в которые мы сейчас говорим. Не знаю, честно говоря, какая моя личная позиция, мне кажется, это уже какой-то спор про перешедшие в неадекватные ответы, честно говоря. Ну, честно, это вот мое личное мнение. Какие неадекватные? Потому что мы имеем абсолютно нормативно урегулированные вопросы организации, организации центра палиативной помощи и наполнение отделениями палиативной медицинской помощи, сестринского ухода, респираторный центр, выездные и патронажные службы. Давайте подумаем, я совершенно от всей души говорю, давайте подумаем, чем мы можем написать центр, чем мы можем его сейчас таким наполнить, чего нет в порядке или в положении. Какими отделениями? Должен быть статус, понимаете. Есть отделение палиативной медицинской помощи, есть хоспис, все что угодно есть. Статусы центра палиативной помощи, де-факто он и есть, де-юра нет. 529 приказ Н нам позволяет ввести в номенклатуру положение об организации палиативной помощи понятие центр. Я думаю, что вы слышали, возможно, Георгий Андреевич, может быть такая альтернатива, если мы в самом положении, вот положение написано таким образом, когда есть правила организации по факту и приложение. Думаю, что возможно, как предложение, как альтернативный шаг в самом положении, в самом приказе, в самом положении о оказании палиативной медицинской помощи, говорить о том, что могут быть созданы региональные центры, в состав которых входят подразделения, оснащенные и работающие согласно приложениям от 2 до 38, 38 приложений, кстати. Возможно, так, потому что по факту... Ну, надо сделать приложение о центре палиативной медицинской помощи. Все документы мы передавали в Мездрав. Когда были парламентские слушания, ну, как бы, факт остается фактом. Перед этим было совещание у председателя Государственной Думы. Эти вопросы там активно поднимал, в том числе Петр Витальевич Глыбочка, доцентом, где вы служите в Сеченовском университете. И было принято решение, что центры должны быть. Георгий Ильич, я думаю, что нужно сделать еще одно письмо в Минздрав, спросить о результатах... Хорошо, давайте все-таки не... Будем останавливаться, пойдем дальше. Да, будем дальше. И следующий вопрос. Вот очень радостно мне лично, да, что первичная помощь, я думаю, коллегам тоже теперь имеет отношение к МС. Всящая субъекты Российской Федерации, мы постоянно видим, что целый ряд манипуляций оказывается при передаче больного из отделения палиативной помощи в другие профильные отделения для выполнения минимально эвазивных манипуляций, для стентирования, имплантации и так далее. То эпидемиологическое исследование, которое мы проводили 10 субъектами, поручение госзадания Минздрава по эпидемиологии потребности палиативной помощи у онкологических больных, это исследование на этом этапе завершено, отчеты в Минздраве. 20% из них, из онкологических пациентов, нуждалось в минимально эвазивных манипуляциях. Может перед Минздравом поставить вопрос, что какую-то часть специализированной палиативной медицинской помощи можно было бы погрузить в МС, понимаете? Тогда этих больных не надо было передавать другие специализированные. То есть прямо малоинвазивные вмешательства, они и так финансируются за счет ОМС? Они не финансируются отделения палиативной медицинской помощи за счет госбюджета, программы госгарантий. Да, совершенно верно. Вот многие главные врачи говорят о том, что было бы неплохо, чтобы было двойное финансирование, в том числе, чтобы была еще и возможность ОМС. Тогда не надо было бы передавать для выполнения дорогостоящих манипуляций пациентов в другие подразделения. Давайте обсуждать, то есть там, наверное, получать лицензию на специализированную помощь, надо будет или на высокие технологии оснащаться, согласно... Если можно, эти два вопроса в протокол внесите, мы готовы солидарно с вами двигаться вперед в этом отношении. Спасибо большое. Дайте, пожалуйста, микрофон. Ко всему залу, не только Диана Владимировна. Вот четыре вопроса. Ваши взгляды, тенденции перепрофилирования... Коллеги, не слышу, пожалуйста, соберемся, слушаем еще раз. Ваши взгляды, тенденции перепрофилирования коэксестринского ухода в палеоативные? Это первый вопрос. Второй. Или сразу ответ? А, сразу? Да. Слушайте, ну я одно понимаю, что нам не съесть всю потребность в сестринском уходе в стране. И мы об этом уже обсуждали, я об этом говорила в Минздраве о том, что необходим сестовский уход, по моему мнению, в гериатрии, это мое мнение, и в гериатрии, и в неврологии. И все то количество коек сестовского ухода, которое реально нужно в субъектах, оно не всегда, а не все нужно для палеоатива. То есть, в лучшем случае, треть этих коек – это койки для нашего специфики больных, а остальные койки – это как раз для людей старшествоспособного возраста, для людей сложной жизненной ситуации, на полежать, для неврологических пациентов, постинсультных. Но дело в том, что сестринский уход в любом случае из регионального бюджета. И по факту это выделение, по моему мнению, оно должно быть, потому что иначе все сестринские отделения лицензируются на палеоативную помощь. Да, мы их сами к этому толкаем, это неправильно. Так, в общем-то, происходит сейчас. Но это не поддерживает ни гериатрия, ни неврология, потому что у них ОМС-бюджет, и ОМС не готов брать на себя региональные сестринские койки. Региональные сестринские койки финансируются из регионального бюджета. И более того, регионы говорят, не трогайте их, не сокращайте, они нам нужны. Они нам спасают какую-то ситуацию, уменьшают там социальную напряженность. И у нас все нормально, у нас с деньгами мы знаем, из какого куда в карманы. Поэтому мое мнение, что не весь сестринский уход, несомненно, в палеоативная помощь, конечно. Но вопрос о том, что изначально про сестринский уход как специализированную помощь, в том смысле, в котором мы говорили, не говорил никто, она никому больше не нужна. Ни гериатрия, ни неврология. Люди не выступают с этой инициативой. Мы первые с вами, которые сказали, коллеги, нам это необходимо в нашем порядке. Но это должно быть, по моему мнению, и в порядке по гериатрии, и в порядке по неврологии. И тогда это будет понятно, где чьи сестринские койки. Следующий шаг, об этом было обсуждение с Флеком, с помощником министра, с советником министра. И у нас планируется совещание, неопределены сроки и с гериатрами, и с неврологами. То есть мы должны ставить этот вопрос сестринского ухода в других нозологиях. И вот... Ну да, да, да. Но не значит, что они палеотивные, то есть люди, которые... Аппутанты. Ну вот в Оренбурге мы были, да, в госпитале, в Оренбурге в этом году, с ампутированными ногами молодой человек. Он палеотивный больной, он совершенно стабильный, молодой мужчина, он с ампутированными ногами. Конечно, да, но вот этот вопрос взаимодействия. Да. Спасибо. Да. Давайте, пожалуйста. Да, время, время, время. И вот вопрос. Планируется ли расширение перечень лекарственных препаратов, не включенных в ЖНЛПЛ? Потому что мы же... Еще раз, не планируется что? Расширение перечень лекарственных препаратов для оказания палеотивной помощи. Перечень, не включенных в ЖНЛПЛ. То есть перечень лекарственных препаратов, которые нужно дополнительно включить в перечень ЖНЛПЛ? Коллеги, это обсуждать надо нам с вами, несомненно. Лекарственные препараты, которые закупают субъекты сейчас, отраженные в клинических рекомендациях, у нас с вами получилось тогда внести не только для обезболивания, но и для сопутствующей терапии, которая тоже влияет на появление боли. Как раз имелось в виду, что для оказания палеотивной помощи. Для палеотивной помощи, конечно. А мы сейчас пока включили, в основном только для обезболивания. Нет, там сопутствующая терапия. Серьезное, там большое количество препаратов для сопутствующей терапии. Они не все в списках ЖНЛВП, конечно. Да, но тут вопросы, это следующий этап работы. Давайте обсуждать, думать, какие еще, вам кажется, нужно вносить в списки ЖНЛВП лекарственные препараты. Да, я из себя добавлю, что планируется внести вот тот же опиоидный анальгетик, тапитадол, жизненно важный, он вошел для стационаров, а то, чтобы он вошел в перечень бесплатных препаратов, вот над этим работаю. Сейчас некоторые регионы уже ввели в себе его как в бесплатный перечень, в Москве еще нет. То же самое хочу сказать, что вот на совещании в Росздравнадзоре прозвучали слова, что от нас ждут инициатив, наших инициатив по упрощению документа оборота, послушайте, документа оборота по сопровоздающего наше наркотическое обезболивание. Дело в том, что некоторых прозвучало до 30 журналов в стационарах ведется по этому обороту. Вот если вы будете как бы нам давать ответную реакцию и говорить, что не мы сами, вот Абузарова, Сневзорова это придумали, давайте вместе поработаем, что можем безболезненно мы упростить. От нас сейчас ждут вот этих инициатив, что можно упростить. Например, вот с утра сегодня звучало, да, после выступления Ульеха, что мы там полампулы реланиума, ну совершенно просто, 25 бумажек, 3 журнала, 3 притопа, 5 прихлопов, 4 сейфа, 3 месяца, и мы полампулы уничтожили. Понимаете, ну это же вот как... Ну 3 всего, 3, не так много. Ну 3 журнала, 3 акта, 25 человек, все участвовали, подписались, 5 миллиграмм уничтожили. Но может быть вернуться к той практике, которая была раньше, когда в присутствии врача медицинская сестра расписывается, ну к примеру, я как вариант говорю, а ваши предложения мы очень ждем, можете писать или в официальную почту, если хотите, можете наличь на мою, она большинство известно. Продолжается облегчение в системе назначения, выписывая хранение. Коллеги, у нас с вами еще 5 минут, и переходим к следующему вопросу. Существуют ли нормативы соотношения приемов в кабинетах и выезда? Вот у нас в Самаре 1 к 10 примерно это. Что-то я тут такая плохая слышу. Существуют ли нормативы соотношения посещения в кабинетах и выездной, выездов? У нас в Самаре это 1 к 10. Коллеги, нормативов-то нет, но у нас есть в соглашении, помните, у нас соглашение, которое подписал Минздрав с субъектами, когда передавались денежки. Что там было, да? Показатели соотношения посещений на дом выездными патронажными службами к общему количеству посещений. Да, доля вот это была, да, доля слова. Единственное, что я хочу сказать, что мы с вами все ждем типовых программ по развитию региона. Да, дальше у нас... Это дальше, да, Оксана? Ну, пока. Да, следующий сейчас я это покажу. Мы сейчас с вами забегаем вперед. Для того, чтобы вам... Вообще-то для того, чтобы получили субъекты деньги, те, которые мы с вами получили, нам с вами нужно было 2 вещи. И одна из них – это нормативно-правовой документ программы развития субъекта. Ну, мы с вами деньги получили, программу мы еще формируем. Да, и вот это формирование программ, да, это программа совместно, вот вы сейчас прекрасно все знаете, программа объемного народного фронта, да, 25 субъектов в России, которые отрабатывают, так скажем, не типовую, а программу развития каждого из этих субъектов. Ну, конечно, этот документ не может быть как-то извлечен из Минздравовской системы. Ну, естественно, должны быть одинаковые показатели, иначе как вообще, смешно, да? То есть показатели должны быть приняты Минздравом, и те, которые сейчас рекомендуются в этих субъектах, ну, чтобы они женились, да, все. А далее уже дополнительно можно сделать другие показатели, их нормализовать, там их как-то улучшить, там, не знаю, бантики, еще вот такую службу посмотреть, еще вот такую, еще там то посчитать. Это все возможно, но главное, должен быть минимум. И я очень жду типовую программу, так же, как и вы, которые я всех устрою, и где будут четкие показатели. Вот этого четкого соотношения сейчас Минздрав не рекомендует. Рекомендует только, когда будет типовая программа. Вот и все. То есть только, когда будет типовая программа. Ориентируемся по потребностям на местах, получается, да? Это же поездодание, да, на каждого, в каждом пункте поездодатации. Дальше давайте. Да, еще один вопрос, переходим к следующему. Я не закончил сейчас, пять секунд. И вот по посещению, я думаю, у всех возник вопрос. Когда вот оказывают помощь палеотерапевному больному узкий специалист, консультирует, то по ОМС не оплачивают, статисты не выставляют счета. Не выставляют, но этот пациент так и оплачивается этой поликлиникой, как прикрепленное население. Он по прикрепленному населению, получается. Он по прикрепленному. Я вижу всю корявость, я понимаю эту всю корявость, да? Получается, что субъект, хотя вот у Михаила Кимыча, у него же отплачивает его регион, оплачивает его этим врачам, терапевтам. Оплачивает ведь? То есть по факту, мы понимаем, что вся палеотерапевная медицинская помощь из регионального бюджета. ОМС не может оплачивать посещение врача-терапевта. Это нарушение законодательства. Оплачивает как стимулирующую медицинскую помощь. Это специально дополнительные средства, выделенные региональные... Дополнительные средства регионального бюджета, выделенные поликлинике, Оль. Дополнительные средства вот на Сахалине, это дополнительные средства. Правильно я говорю, Михаил Кимович? Да, мы сейчас... Так у них еще специальная оценка условий труда 4, Оль. Тоже плохо видно. Так, коллеги, остановимся. Тихо. Можно вопрос по видам медицинской помощи. У нас Челябинск детский специалист, Тараса Антонова Владимировна. У нас получается, что первичная помощь, палеотивная, амбулаторная, повторяет, дублирует, фактически получается, сейчас будет дублировать специализированную помощь амбулаторную. Получается, какой смысл тогда выезда палеотивной службы в территорию, если там это будут помощь оказывать специалисты? Нет, нет, о чем вы говорите? Те же сестринские выезды. Как может первичное звено дублировать вашу помощь, вашу выездную патронажную службу? Как оно может дублировать? Оно делает те посещения... Девочки, коллеги, давайте, я вас очень прошу, да? То есть не подразумевается, что первичная служба дублирует, она дополняет, не дополняет, она основная функция на ней. Где выездные... Скажите, пожалуйста, сколько в стране выездных детских служб? Вы доезжаете до каждого ребенка в Челябинскую область? Нет, конечно. Вот ваша помощь оказывает то, что вы не делаете в более развернутом виде, усеченно, должна оказывать первичную палеоативную помощь на уровне... Живых людей-то, которые эту помощь оказывают, нет. Получается, что мы не можем приехать, потому что у нас не хватает специализированных... В чем вопрос? Скажите, пожалуйста, вопрос в чем? Не получится у нас дублирование. У нас первичная палеоативная помощь сейчас получается декларирована, а фактически ее не будет. Получится, мы даже президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на своем обращении, помните, что сказал? О том, что принят новый закон, что нужно срочно развивать, и наверняка нужно будет еще дополнять и менять. Помните? Да. Текст президента. Ну я вам что могу сказать? Не получится? Я... Абсолютно не получится. Первичное звено не сможет дублировать специализированную палеоативную помощь. Не получится. И дневной стационар для взрослых, а стационар на дому для детей у нас тоже так и не просвечивает? Дневной стационар для детей озвучился в положении. Дневной стационар. Но не вошел, да? Дневной стационар для детей есть в положении. Будет он. Коллеги, еще один вопрос и все. Не дневной стационар, а стационар на дому. Дневной стационар. Стационар на дому нет ни у взрослых, ни у детей. Спасибо. 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 Спасибо.